ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рассверепела, получив меньше денег, чем ожидала. Она срок отсидела, говорит, и одного мужа убила, и тебя, говорит, прибью. Так оправдал ножевые ранения своей сожительницы, задержанный мужчина. И хотел продать, но не успел. А распасовывали в какие пакеты, куда? Три килограмма наркотиков изъяли автоинспекторы у 17-летнего жителя Москвы. Это не только прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шансов выжить не было. Смертельная авария произошла сегодня утром в Лаишевском районе. Возле поселка Тарлаши на автодороге Песчаной-Ковали-Орловка автомобиль Черри Тига по предварительной версии выехал на встречную полосу и столкнулся с Камазом лоб в лоб. Водитель легковушки скончался мгновенно. С места трагедии репортаж Айрата Назипова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После столкновения автомобиль Черри вмиг превратился в груду бесформенного металла. Машина буквально впрессовалась в грузовик, и чтобы ее оттащить, спасателям потребовался трос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По предварительной версии автомобиль Черри Тига, двигаясь по своей полосе, неожиданно для всех вывернул навстречку. Где столкнулся с Камазом? Шансов выжить при таком лобовом ударе у мужчины не было. Известно, что водителю внедорожника было 58 лет. Почему он оказался на встречной полосе, пока никто не знает. По одной из версий, мужчине могло стать плохо. Водитель Камаза рассказал, что кроссовер двигался в своем ряду и выехал ему в лоб за секунды до столкновения. Избежать трагедии в таких условиях, признается, уже никак не мог. Резко пошел прям. Оттуда сразу же вот так пошел. Даже не успели? Нет, я уже сюда выгорачивал, господи. Видишь, у меня куда-то закрыто. Ну, там примерно какая скорость была? 80, сколько там? Около того. Около 8 месяцев было точно. У меня километров. Я вообще тихонечко накатом ехал. После столкновения у легковушки был пробит топливный бак. И спустя четыре мгновения началось возгорание. Огонь потушили еще до приезда пожарных. Впрочем, без помощи спасателей все же не обошлось. Сотрудникам МЧС пришлось приложить немало усилий, чтобы достать тело погибшего мужчины из искореженного автомобиля. Разрезав автомобиль, спасатели обнаружили в салоне видеорегистратор и передали его полицейским. Возможно, запись с камеры поможет пролить свет на причины произошедшего. Айрат Назип, Фадель Мулахметов. Вызов 112. На Оренбургском тракте столкнулись автомобили «Лады» 10-й модели и «Газель». По предварительным данным, водитель легковушки на высокой скорости догнал грузовик и врезался в него сзади. В результате чего сам вылетел из машины, пробив лобовое стекло. Ремнями безопасности молодой человек пристегнут не был. «Газель» же после удара развернулась и опрокинулась на бок. О причинах и последствиях происшествия расскажет Алина Бережная. Автомобили спускались по Оренбургскому тракту со стороны улицы Парина. Водитель «Газели» рассказал родственникам, что даже не понял сперва, что же произошло. Правил не нарушал, выехать неожиданно сбоку никто не мог. Перекресток далеко, вдруг все вокруг закрутилось и перевернулось. А он не сам не рассказал, когда для него все произошло? Нет, он даже не понял. За открытой ехали и все. После удара «Газель» развернула, и она свалилась на бок. Ее водитель просто чудом не пострадал и вылез и понял, в него сзади врезалась лаза 10-й модели. Как предположили автоинспектор, водитель легковушки перестраивался и не рассчитал расстояние до впереди идущего автомобиля. 22-летний водитель «Десятки» не был пристегнут ремнями безопасности. И после мощного удара просто вылетел из машины, пробив лобовое стекло. Его госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой травмой грудной клетки, переломами бедер и закрытым переломом грудины. Сейчас медики борются за его жизнь. Алина Бережная, на офисе Аминязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Убили из корыстных побуждений. В Казани обнаружили тело 28-летней женщины. По предварительной версии, преступление произошло минувшим вечером на съемной квартире по улице Толбухина. На теле погибшей оперативники насчитали 18 колото-резанных ранений в области головы и туловища. По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний уроженец Ижевска. В ходе расследования главного дела было установлено, что убийство совершено из корыстных побуждений. В настоящий момент проводятся следственные действия. Оперативное мероприятие направлено на установление всех обстоятельств, произошедших. Расследование главного дела продолжается. Сожительница рассверепела, получив от мужчины гораздо меньше денег, чем ожидала, и накинулась на него с кулаками и ножом. Пришлось защищаться, так как за ее плечами уже было одно убийство. Такова версия 53-летнего мужчины, задержанного за нанесение тяжких телесных повреждений своей 58-летней сожительницы. Последнюю госпитализировали сколото-резанными ранениями грудной клетки. С места происшествия. Нафиса Менязова. Никого никогда не обижал. Вот собаки вон у него. Родственница задержанного рассказывает, сожители жили хоть и не в достатке, но мирно о том, что ругались, никогда не слышала. Да и гражданская супруга родственника всегда и рассказывала, как радуется приходу мужа с работы. Говорит, называла она его кормильцем. Но конфликт, как рассказал сам задержанный, произошел именно из-за денег. Я не хотел ругаться. Она просто ей денег дал, но ей показалось, что ей мало дал. В свое негодование, как говорит мужчина, она стала вымещать на нем сперва кулаками, затем в ход пошел и нож. Чем это может закончиться, сожитель потерпевший представил ясно и быстро. Рассказал, что его женщина уже отбывала наказание за убийство. Она строго отсидела, говорит, я одного мужа убил, и тебя прибью. Она меня душила и хотел гордо мне прорезать. Допустить расправы над собой не мог. Клинок Алексей хотел отобрать у нее нож, но, говорит, не вышло, а только обронялся и не понял, как получилось так, что клинок оказался в груди возлюбленной. Однако это только его версия. А после произошедшего мужчина сам вызвал медиков. Женщина находилась в сознании. Ее госпитализировали в больницу с колотой резанными ранениями грудной клетки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас мужчина задержанный находится под стражей. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. На все меня зовут Константин Бушуев. Вызов 112. В Татарстане возбудили очередное уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. В рамках операции «Нерес» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали на реке Казанца, который на лодке при помощи сети ловил рыбу. Добычу из снасти у мужчины изъяли. Теперь ему грозит до двух лет исправительных работ или арест на шесть месяцев. Похищали, вымогали и избивали. В Татарстане будут судить 10 участников ОПГ. По версии следователей, с начала 2000 года в советском районе Казани образовалась преступная группа под названием «Банды советского района», объединившая участников шести молодежных группировок. В нее входили и фигуранты дела, один из которых – лидер группировки «Алтай». Он же и стал ее руководителем. В августе 2013 года соучастники на базе отдыха «Светлая поляна» в Боровом Матюшино похитили двоих участников группировки, решивших выйти из их состава. Одного из пленников держали в его автомобиле на территории гаражей, требуя с него 50 тысяч рублей, а позже отвезли его к дому на Ямашево в Казани, где похищенный сумел вырваться на свободу. Второго пленника заковали в наручники и держали в гараже в поселке Царицыно в Казани. Его также избивали и требовали 50 тысяч. Оставшись в одиночестве, мужчина освободился от наручников и скрылся. В процессе расследования двое обвиняемых целиком признали свою вину. Остальные фигуранты свою причастность отрицают. Дело направлено в Лаишевский суд на рассмотрение. Полицейские Казани изъяли почти 3 килограмма наркотиков у двух жителей Москвы. По версии стражи порядка. Молодые люди хотели сбыть в Татарстане свыше 1200 граммов синтетики и 1700 граммов гашиша. Намеченным планом помешала рядовая проверка документов на дороге. Чем она обернулась для подозреваемых, расскажет Рамиша Айдулин. А рассосовывали в какие пакеты? Куда? В выпуске. Внимание, стражи порядка задержанные привлекли еще на Мамадышском тракте. Там автомобиль 18-летнего жителя Москвы остановили сотрудники ГИБДД. Кроме него в салоне машины находился и его приятель. При виде автоинспекторов молодые люди начали заметно нервничать, чем и вызвали к себе подозрения. Было принято решение досмотреть иномарку. В салоне транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли порядка 20 грамм синтетических наркотиков. Кроме этого установлено, что тайник с запрещенными веществами молодые люди также оборудовали и под бампером арендованного автомобиля. Куда больше полицейские нашли в квартире, которые снимали задержанные. В итоге из оборота было изъято 1200 граммов синтетики и порядка 1700 граммов гашиша. В общей сложности около 3 килограммов запрещенных веществ. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». На время следствия оба задержанных будут находиться за решеткой. Рамиль Чайдулина, Айрат Назипов, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин